МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Кладбищенский скандал. На улице Димитрово по косточке растаскивают старинное кладбище. Никотиновое сопротивление курильщиков почти загнали в подполье, но меньше их не становится. Можно ли избавиться от вредителей плодовых растений без яда? Специалисты Россельхознадзора раскрывают профессиональные тайны. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом она заявила во время выступления на конференции Федерального союза немецкой промышленности в Берлине. Меркель отметила, что отказ от атомной и угольной энергетики в пользу газа требует нового планирования, которое будет разработано до конца текущего года. Она заявила также, что всегда выступала за возможность строительства «Северного потока» и солидарна с промышленниками в этом вопросе. Английские диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет, чтобы сохранить молодость, уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. В частности, ученые советуют утром включать в рацион как можно больше овощей, а в течение дня употреблять продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками, например, квашеную капусту или кефир. Рекомендуется поменьше есть обезжиренных продуктов, потому что в них содержатся стабилизаторы и эмульгаторы. От сладких фруктов и вовсе советуют отказаться, а яблоки желательно есть не позже 6 часов вечера. Также нужно употреблять как можно больше жирных продуктов – жирную рыбу, орехи, авокадо, льняное и оливковое масло. В рационе также должны присутствовать сложные углеводы, продукты растительного происхождения и кофе. Новости республик бывшего СССР. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить стратегию возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире телеканала «1 плюс 1». Она подчеркнула, что позиция украинской страны по поводу принадлежности полуострова не изменилась. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что крымчане в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Между тем, сама Организация Объединенных Наций еще в 2017 году признала Россию агрессором, а Крым – оккупированным. Впрочем, вопрос принадлежности полуострова, по словам российского президента Владимира Путина, закрыт окончательно. Новости Российской Федерации. Роскачество проверило продукцию некоторых популярных брендов. Было исследовано 48 чаев 35 торговых марок по 178 показателям качества и безопасности. Подделок обнаружено не было, но в 11 пакетированных чаях нашли бактерии кишечной палочки. Кроме того, в продукции двух производителей количество плесени в три раза превышало максимально допустимый уровень. По мнению экспертов, нарушения могли вызвать качество сырья и несоблюдение условий хранения чая. В 40 чаях специалисты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах и для здоровья человека не опасных. В целом, выяснилось, что качество листового по сравнению с пакетированным все-таки выше. Новости нашего региона. В Воронеже разразился скандал, связанный с находкой старинного кладбища на месте строительства многоквартирного дома на улице Димитрово. Останки людей попытались вывести незаметно, но это не удалось. Общественники забили тревогу. Тем не менее, поисковики продолжают уносить человеческие кости в неизвестном направлении, причем целыми мешками. При даче – район древний. Когда-то в Воронеже построили крепость. Землю, которая была за рекой, передали служивым казакам. Отсюда и появилось название района – при даче. Левый берег в древние времена назывался Слободки. Как упоминается в летописях 17 века, в единственной на тот момент Слободе была построена деревянная церковь, и на ее территории существовал обширный погост. Там отпевали и хоронили прихожан Воронежского левобережья. С годами церковь неоднократно перестраивалась. Революция. Естественно, храмы не нужны. Кладбище – буржуазный пережиток, все сносим. Но мы же собираемся жить вечно, думают большевики. И там, и клуб, и завод. Ну и окончательно кладбище сравнили с землей в 60-х годах. После войны идет застройка левого берега. Хрущевки, институты, заводы. И когда строили здание проектного института, оно стоит прямо на Ленинский проспект, смотрит, синие здание, то вот там как раз было и выкапывали могилу. Но не перезахоранивали, тогда к этому относились совсем по-другому. Пару дней назад на территории старинного кладбища при храме Рождества Христова начались раскопки захоронений. И судя по тому, что о них нигде не было заявлено, работы велись тайком. Впрочем, от жителей окрестных многоэтажек это скрыть не удалось. И вскоре здесь появились местные историки и краеведы. Сейчас территория в собственности. По федеральному закону территория кладбища не может отдаваться под застройку многоэтажных домов. Но дело в том, что у нас очень плохо с исторической памятью и с юридическим фиксированием этой памяти. Этот участок не оформлен как кладбище. Воронежские краеведы утверждают, что похожие истории в городе уже были. Новые городские районы буквально стоят на костях. Множество городских кладбищ сравняли с землей. Так и здесь. У городской администрации этот участок выкупила строительная компания «Выбор», которая планирует на этом месте застройку многоэтажных жилых объектов. Бойцы захоранивают своего командира. Это 1942 год. Есть у нас вот такие данные. Где-то здесь это захоронение находилось. Сейчас мы пытаемся, собственно говоря, его найти. В свою очередь Ольга Рудева говорит, что здесь только древние захоронения, которые не имеют отношения к Великой Отечественной. Но представители строительной компании упорно отказываются признавать этот факт. Нехорошая, конечно, эта история. Просто вот в принципе такого быть не должно быть. В 40-х, 30-х годах на данном кладбище проводились эксгумционные работы. Вывозились отсюда. Это не говорит, опять же, что это именно этот участок. Это говорит о том, что на этом кладбище. Не говорит, что это вот прямо именно здесь. Вывозились почетные граждане города Воронежа, которые государство не хотело бы потерять. Ну, как бы не обезличить, что не потерять данных граждан. При появлении журналистов поисковики начинают действовать более энергично. Причём стараются, чтобы останки усопших не засветились на камеру. В 2016-2017 годах на этой территории были проведены археологические работы с целью узнать, имеет ли она археологическое наследие. Отсутствуют объекты культурного наследия. Однако земельный участок частично расположен в границах территории Церкви Рождества Христова. Сейчас проведено межевание. И вот они поставлены вешки. То есть на момент заключения, когда вот это дело проводилось, межевание ещё не было, не проведено. Это в открытом доступе лежит. Вы это можете достать, пожалуйста, цифровая подпись. Храм Рождества Христова, при котором когда-то существовало раскопанное кладбище, тоже хотели разрушить тайком. Но в 2015 году его спасли общественники и активисты. Компания «Выбор» передала здание церкви епархии. И сейчас её восстанавливают. Данная церковь не является старинной. Данная церковь была открыта в 1910 году. Ранее где-то в этом районе, возможно, под ней, возможно, где-то в этом районе, находилась бывшая деревянная церковь, которая в связи, ну, как бы пришла в состояние упадка, была снесена, и без неё была построена вот эта церковь. Михаил Сегодин утверждает, что массовой общественности волноваться за своих усопших родственников не стоит. Говорит, они обязательно обретут вечный покой, но только в другом месте. В каком, правда, не уточняет. Сейчас, чтобы фрагменты останков, которые ещё всё-таки присутствовали в земле, не попали просто куда-то, не были выброшены просто куда-то на мусорку, происходят защитные раскопки. Собираются вот эти фрагменты останков. Впоследствии они будут перезахоронены на одном из кладбища города Воронич. Вопрос довольно непростой. Что делать с древними старинными кладбищами? Для сравнения стоит обратить внимание на опыт зарубежных стран. Мне очень понравилось кладбище старинное, древнее, в Англии, по-моему, это даже был Лондон. Оставлено несколько надгробий, самым таким значительным людям. А всё остальное засеяно травкой. Молодёжь с пледиками, мамы с колясками и так далее. Мемориальная зона. Есть и в столице Черноземья, хоть и редкий, но положительный опыт. Терновое кладбище на Девичке. Мемориальный парк. Старинное кладбище, засеяно травой, посажены декоративные растения, привели в порядок. И прямо на кладбище стоит детская площадка. Там много детишек рядом. Пока проверка по факту раскопок прокуратуры Воронежа не была проведена. Поэтому дать оценку действиям, которые выполняются на этой территории, невозможно. Правоохранительные органы могут приступить к проверке в ближайшее время. Елена Цветкова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В Воронежском отделении агентства «Интерфакс» сегодня обсуждали проблемы, связанные с курением Воронежской области. Представители здравоохранения и Роспотребнадзора разъяснили журналистам различные аспекты и новшества антитабачного законодательства. С подробностями Игорь Захарченко. Беломор – это деталь для следствий. Он этот самый человек, который забрал за вашу машину тоже. Сначала просил Беломор, а потом купил сигареты друг. 30 копеек пачка с собачкой на этикетку. В советское время к курению относились спокойно. Сигареты были обычным элементом быта. Стоили копейки. Курила большая часть взрослого населения. Теперь же табаку объявлена настоящая война. Продавать куриву можно лишь в специально отведенных местах. Демонстрировать товар нельзя. Нельзя продавать сигареты ближе, чем в 100 метрах от учреждения образования, здравоохранения, спортивных, социальных объектов. Нельзя продавать сигареты поштучно. Запрещено курить на автовокзалах, аэропортах, в поездах. На рабочих местах курить тоже нельзя. Работодателям выделяются специальные места, оборудованные, где работник может выйти и покурить. Значит, по данному факту мы выявляли правонарушения, но чаще всего они зависят от самого работника. Не из-за того, что работодатель место для курения не выделил, а из-за того, что работник сам не захотел пойти в это место, покурить в специально оборудованном месте и выкинуть остаток своей сигареты, специально отведенное для этого места. Поэтому получается, что он курит там, где хочет, выбрасывает окурки там, где ему закончится и потом несет за это ответственность. Административное ответственность за курение в неположенном месте несет как сам курящий, так и его работодатель. В общем, курильщиков обложили со всех сторон. Как и производители сигарет. С 1 июля каждая пачка должна быть снабжена специальной маркой. Что должна в себе нести вот эта марка? Эта марка говорит о том, как называется этот вид изделия, сигареты, сигареллы или какое-то другое еще название придумает производитель. Идентификационный код и производитель данной продукции. То есть, если вы установите на своем смартфоне программу, то, преподнеся эту программу к марке, вы определите, кто произвел, что произвел и когда произвел. По данным облздрава, курит сейчас 40% населения области. Из них 60% мужчины, 27% женщины. Остальные, к сожалению, видимо, дети. Причем количество курящих мужчин постепенно уменьшается, а женщин, наоборот, растет. Курящей молодежи тоже становится больше, что вроде бы странно. Сейчас модно быть успешным и красивым, а курение не вписывается в этот тренд. Курильщик часто вызывает у многих отторжение. Что удивительно, ведь люди понимают, что это плохо, и многих смущает самих эта тема. Потому что, когда мы проводим анкетирование в рамках диспансеризации, а там один из вопросов стоит, курите ли вы. И вот отвечают люди, да, курю, только где-то в 5-6% случаях. Но мы-то понимаем, что это не та распространенность, а распространенность, в общем-то, она больше исчисляется по продажам. Поэтому вот где-то такие у нас статистические данные. Роспотребнадзор за этот год произвел около 50 плановых и внеплановых проверок различных предприятий. Все они выявили те или иные нарушения. Отсутствие знака места для курения, курение в неустановленных местах, торговле табаком возле школ. Нарушители оштрафовали на общую сумму 185 тысяч рублей. А два материала направлены в суд для приостановки деятельности торговой точки. Ежегодно в России от болезней, спровоцированных курением табака, умирает от 330 до 400 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем гибнет на дорогах. Однако в нашем регионе подобная статистика не ведется. На прямую такую статистику провести мы в Воронежской области не можем. Но просто мы понимаем, что есть действительно влияние на ухудшение ситуации по сердечно-сосудистым заболеваниям. Потому что здесь доказано влияние на сосудистую систему, на повышение уровня холестерина в крови, что является фактором риска развития инфарктов и инсультов. Абсолютно доказано влияние и на развитие онкологических заболеваний. У нас увеличивается заболеваемость онкологическими болезнями. Чиновники от медицины уверены, рост цен на табачные изделия – это благо. Так же, как и страшные последствия курения на сигаретных пачках. Но такое ли это благо? От роста цен появляется дешевый контрафакт. От жутких картинок – стресс. В советское время утверждали, что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 14 минут. Но как можно просто запретить курение, если к нему народ приучали со времен Петра Первого? Игорь Захарченко, Валерий Бобкин, 41 канал. Специалисты Воронежского Россельхознадзора приступили к массовой проверке плодовых деревьев. Как спасти их от опасных заграничных вредителей и для чего служат феромонные ловушки, узнавала наш корреспондент Олеся Олесюк. Эта бабочка, уроженка Северной Америки, может нанести значительный урон сельскому хозяйству. В начале 20 века карантинный вредитель плодовых деревьев заселил всю южную часть России. По американской белой бабочке объявлен карантин в Кантемировском, Лисхинском, Ольховатском и Рассашанском районах. Сегодня инспекторы Россельхознадзора развешивают феромонные ловушки в одном из хозяйственного Усмутского района. Этот сад еще совсем молодой, высажен в 2016 году. Но яблони уже в прошлом году дали урожай 12 килограмм с дерева. Здесь 60 приманок, и на них могут слететься опаснейшие карантинные вредители. Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям ежегодно совместно с специалистами Воронежского филиала ФГБУ ВНИКР проводит обследование в садах на выявление карантинных объектов. Калифорнийская щитовка, восточную плодожорку, ожог плодовых, американскую белую бабочку. Вывешиваются феромонные ловушки. Первая феромонная ловушка появилась еще в прошлом веке. Французский этномолог Жан-Анри Фабр заметил, что ночные мотыльки стремятся к самке, несмотря на то, что их может разделять несколько километров. Оказалось, что они реагируют на запах особых веществ, выделяемых насекомыми. Их назвали феромонами. Вскоре их научились искусственно получать и использовать в борьбе с вредителями. Феромонные ловушки позволяют провести мониторинг насекомых и остановить их размножение. Форма ловушки дальтовидная. Здесь присутствует диспенсер, пропитанный феромоном, и клей, нанесенный внутри, куда бабочка залетает и прилипает. Американская белая бабочка, точнее ее гусеница, самая прожорливая насекомая в мире. В ее меню входит 230 видов различных растений, но предпочтительнее всех для нее плодовые. Встречается почти во всем мире, и хотя перелетать большие расстояния она не может, зато легко путешествует вместе с грузами ягод и фруктов. Гусеница может буквально обглотать растения до смерти. Лучший способ борьбы с этим вредителем – мониторинг с помощью феромонной ловушки. Примерно через месяц все ловушки снимут и передадут на исследование специалистам Всероссийского центра карантина растений, где исследуют их видовую принадлежность и определят методы борьбы. Олеся Лисюк, Андрей Куцев, 41 канал. А теперь о погоде на завтра. 5 июня на всей территории Воронежской области будет ясно. Ветер юго-восточный от 4 до 5 метров в секунду. В Нижнедевицке, Боброве и Лисках – 24 градуса. В Семилуках, Павловске и Бутурлиновке – плюс 25. В Борисоглебске, Хохле и Рамоне столбик термометра поднимется до отметки 26 градусов. В Острогорске и Багучаре – плюс 27. В Воронеже ожидается 26 градусов. Ветер – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. А Православная Церковь 5 июня празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа ростовского, жившего в XI веке. Родился святой в Константинополе, апостриг принял в Киево-Печерской лавре. В 40-х годах проповедовал в ростовской земле, населенный языческими племенами, которые оказывали жестокое сопротивление христианским миссионерам. Леонтия избивали, прогоняли из города, но святитель упорно обращал в христианство местное население, и со временем люди потянулись к святому. В 1073 году по указанию волхвов язычники убили Леонтия. Церковь, в которой похоронили святителя, однажды сгорела, но мощи его оказались нетронутыми. И позже возле них совершилось много чудес. Уважаемые телезрители, 41-й канал Воронежской области не отключается в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень в 19.30, в 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире 41-го.